Я толком не понимаю, откуда взялся кризис у нас. Ну, не понимаю я. Ну, вообще не понимаю. Ну да, с Россией там решили пободаться. Ну да, а что случилось-то, ребятки? Ну что случилось-то? И вот, наконец-таки, я просто съездил на село и спрашиваю, ребят, вы мне объясните, какого ляда? 20 лет с вами что-то там пытались бодаться. Теперь оказывается, что и наше село должно быть. Ну да ладно. Что такое кризис? Я объясню, для кого кризис и это проблемы. Для тех, у кого есть аренда. Представляете? И они хотели бы много денег, а не получается. Человек просто съезжает, и у человека начинается проблема. Куда это промещение отдать? А таких мест очень много, в действительности очень много. Везде и всюду арендные места. Оптимальный вариант, это те, кто берет в аренду у государства. Там, извините, циники нормальные, и все в порядке. Но, к сожалению, государство не дает вам возможности устроиться, допустим, дискотеку, да? Чтобы было круто. Ну да ладно. Во всем мире, в котором я побывал, слово «кризис», я его, по крайней мере, вообще не видел. То есть, все идет нормальным образом. Везде движняк нормальный, и проблем ни у кого не возникает. У нас какие-то проблемы возникли. А вот теперь, к слову о «кризисе» и для кого он предназначен. Мне вообще нравится слово «кризис», потому что, ну, пункт номер один. Если честно, я тоже человек такой, не самого богатого десятка, да? И благодаря «кризисам» я себе купил и трехкомнатную квартиру в том числе. То есть, когда был «кризис», вот, я ее купил за сумму небольшую. Сегодня и сейчас, ну, вы же понимаете, да, что квартира-то не в цене. То есть, любой «кризис» это для кого? Это для тех, у кого проблемы с недвижимостью. Сейчас вы нелегко покупаетесь. Покупайте себе замечательную квартиру, и в Москве в том числе. Потому что Москва – это вообще шедевр еще тот. Какое там раскрученное производство было, представляете? Везде же строятся вот эти вот общаки, но по-другому я их не могу сказать. И такие цены, вообще, вообще, надо понять. То есть, и в Москве тоже можно купить себе. Пункт номер два. Закон о банкротстве физлиц, да? То бишь, вы сейчас можете себе взять ипотеку, заплатив за все-все-все, и на тот самый случай жизни, когда у вас будут проблемы, и даже если что-то с вами случится, и это все будет в ипотечном кредите, тоже есть, потому что застрахуйте себя, и все нормально у вас будет. Берите себе недвижимость, и вдруг, внезапно, если у вас что-то случилось, ну, допустим, вас уволили, да, то страховка это дело покрывает. Да, вы заплатите деньги, но получите результат. К сожалению, вот у меня не было страховки, вот, и я не ипотеку брал, я брал деньги в длинный, зачем-то длинный кредит, который мне, по сути, был мне не нужен. Но вы сказали, давай, ладно, потому что никто же не думал, что такая фигня возникнет. Вот и все. Теперь возникает дивная проблема, как за все это дело заплатить. Но с другой стороны, вы понимаете, что у меня онкологическое заболевание, да? Вот, и даже если бери во внимание мое онкологическое заболевание, я же вам тоже объясняю, как его грамотно лечить. То есть опухоль головного мозга. Внимательно посмотрите на YouTube, я уже 6 лет работаю, и все вам объясняю, как это лечиться, что делается, куда потом ставятся пчелки, вот насчет пчелок тоже. Представляете, в городе Магнитогорске я попытался поставить пчелки. Ну, пчелок. Вот, так в городе Магнитогорске никто не собирается этим заниматься. Это мало того, что есть замечательный Китай, а у Китая чуть-чуть население небольшое, такое 2 миллиарда человек, 130 миллионов, как у нас, может быть, даже еще и дешевле, и меньше даже. Вот, а там 2 миллиарда человек, и все нормально лечат. И пчелы там, это нормальная часть борьбы с раком. К слову, о том, что пчелы в Китае, это часть традиционной китайской медицины, нормальной китайской медициной. К слову, о том, что с раком, с раком борются спокойно и на Кубе, укусами скорпионов, в те же самые точки. Посмотрите внимательно, ну, посмотрите внимательно. Теперь возникает другой вопрос. Раз уехали эти все крутые там, которые продавали там очень дорогие вещи, там космические цены были, заходил, они, ну, знаете, вы оказывается фуфел, я говорю, ну, может быть, для кого-то я фуфел, но люди же меня смотрят, да, и понимают, что, как бы, ну, я работаю для людей, а не для кого-то. Вот. Ну, да ладно. И месяца через два у арендаторов, ну, кто задает аренду, вот, возникает дивный вопрос. Тот уехал, а новый не приехал. Давайте еще подождем немножко, а потом скажем, что, ребят, ну, сумму-то небольшую дадим, но зато будем работать. И тогда, да. Другой вопрос. Любое место, которое вы можете себе взять, любое место, без разницы, в любом месте вы можете себе поставить, ну, точку, где вы что-то будете продавать. И по сути событий, если вы не собираетесь, ну, пункт номер один, в Магнитогорске, посмотрите внимательно, да, сколько работников. Все люди ездят на машинах, а машин в городе много. Вот, то есть, любая точка, благодаря мне, естественно, раскручивается легко. Потому что, ну, вы же поймите, да, время-то сколько прошло, а я вам показываю, показываю, показываю дешевое место. И как часто это получается, эти дешевые места не в городе-то и находятся. То есть, представляете, да, строй рынок на холмах. Где бы он был, бы. Ну, я вам показал. Дешевые товары. Где бы он был? Левый берег. Ну, сильно попросили, я рекламу сделал и показал. А, ну, три года подряд, даже больше уже, три года подряд, мы работаем с магазином Орион. Дешевые. Самые дешевые цены. Да, 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 по интернету я могу это говорить, что в магазине Орион самые дешевые цены. Вы ездите туда. Ну, чем ли это не ваша прелесть? Работайте с нормальным человеком от телевидения. То есть, со мной в том числе.